Роботизация Робот будет использовать свои естественные способности, которые сформировались в процессе эволюции Тем временем сотрудники лаборатории машинного понимания КФУ сомневаются в быстроте процесса роботизации Если рассматривать срок 10-15 лет, то скорее всего я не согласен с этим утверждением Так как здесь скорее не технические вопросы возникают, а юридического характера вопросы То есть если заменять какую-то профессию, то кто будет нести ответственность за искусственный интеллект Например, если мы берем автономные машины, если сейчас, скажем, в Калифорнии и в Аризоне, в США Автономные машины выезжают на дороге, то само движение автомобиля уже решено практически полностью То есть они спокойно полностью едут по всем этим выделенным линиям, соблюдают все условия и все прочее То, например, в случае неожиданных ситуаций, форс-мажорных ситуаций, например, авария на дороге Там непонятно, кто несет ответственность Помимо юридических вопросов возникают и проблемы психологической подготовленности людей к роботизации Если в сфере машиностроения роботы законодательно отрегулированы, то роботы на улицах могут появиться, по мнению сотрудников КФУ, только через 40-50 лет, как в России, так и в Европе Там такая же ситуация, то есть везде законодательная база, она очень не готова к таким решениям, выпусканию искусственного интеллекта на дороге Вопрос о том, когда же процесс роботизации начнет масштабно заменять человечество, так и остается открытым Нам же остается только наблюдать за этим процессом Дарьяна Храбрецова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс